Друзья, приветствую вас! Вы смотрите канал Политека. Благодарны вам за то, что вы вместе с нами сегодня, за то, что смотрите, поддерживаете этот канал. Не забывайте также и поддержать это видео вашим лайком. Сегодня с нами на связи Дмитрий Спивак. Дмитрий, здравствуйте! Приветствую тебя, Эдуард. Приветствую всех зрителей. Также поддерживаю твой призыв и лайкать, и подписываться, и смотреть, и комментировать, и спорить только по делу, с цифрами, фактами, паролями, явками. Поменьше эмоций, поменьше злости и агрессии, потому что нам сегодня надо как можно лучше пытаться друг друга слышать, потому что с внешним врагом справляемся, а вот что-то внутри страны начинаются какие-то турбулентные процессы. Опять сталкивание людей по каким-то странным признакам, опять выяснение, кто больший патриот, и главное, на каком языке правильно любить родину. Ну, в общем, много каких-то процессов таких, поэтому обращаюсь ко всем нашим твоим зрителям, зрителям вашего канала. Видишь, я как уже практически как собственный, да? Вот обращаюсь ко всем, что давайте, друзья, все-таки будем более толерантными к мнению других, и будем стараться понять хотя бы точку зрения, с которой может быть в том или ином аспекте вы не согласны. Ну вот извини за такое вступление, мне показалось, что это вот сейчас важно. Конечно. И спасибо вам за это напоминание. Я хочу со своей стороны также напомнить, что у Дмитрия Павловича есть свой YouTube-канал, поэтому не забывайте, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, находите в поисковой строке, и все ссылки вы найдете в описании к этому видео. Ну что же, начнем с такого краткого анализа, или, скажем так, поделитесь впечатлениями, потому что разгром российской армии в Украине вылился в такой беднейший, бледный, жалкий военный парад по случаю 9 мая, который провели в центре Москвы. А в социальных сетях уже назвали этот парад «Парад позора у Кремля». Не видели мы там авиации, какой-то один жалкий танк, и то музейный, лучших подразделений российских тоже не было. Ну, очень как-то скуденько. И уже написано также в социальных сетях, говорят, что если бункерный не... Ну, буду открыто говорить, цитировать, если бункерный не сдохнет, то в 2024 году на параде будут одни тачанки и танки Первой мировой войны. Дмитрий, ваше впечатление? Да, иных уж нет, и те далече. Первое, значит, да хрен бы с ним, с этим парадом, я вообще не знаю, чего столько много внимания ему уделяется. Понятно, что пытается Путин сохранить хорошую мину при плохой игре. Прогнозирую, что это последний военный парад к Дню Победы, который принимает Владимир Путин, стоя на мавзолее, или где он там стоит, не на мавзолее. Ну, хрен его, не знаю, где он там стоит. Единственное, что справедливости ради, надо сказать, что кое-какие дипломатические, геополитические результаты ему удалось сделать Путину. Я имею в виду собрать рядышком практически всех членов ОДКБ, то есть президентов и лидеров Казахстана, что странно. Ну, в Беларуси понятно, там премьер Армении, Туркменистан, значит, что там, Узбекистан, Таджикистан, ну и так далее. То есть продемонстрировали они, что многие страны бывшего Советского Союза, ну чтят, помните и так далее. И не зазорно им приехать Путин. Уж не знаю, не знаю, какими ковришками он их туда заманил, не знаю, не знаю. Но, как вы говорите, Дмитрий, была такая версия о том, что это СИП потолкнул этих всех лидеров приехать, чтобы уже пощечины такому Путину не было, чтобы не стоял он там. Ты знаешь, не слышал о такой версии, но симпатичная версия вполне может быть. Знаешь, как кто-то меня спросил, а может ли СИ, а Рюсси сегодня может очень много, если не почти все. Знаешь, извини, ты просто про товарища СИ. Если я сегодня услышал от главы внешнеполитического ведомства Великобритании, министр иностранных дел, я от него услышал, что да, говорит, почему, мы тоже считаем, что посредническая роль Китая в переговорном процессе Украины и России вполне себе может Великобритания про Китай, про СИ, про посредническую роль. Ну, то есть, товарищ Си Зиньпи, судя по всему, обладает каким-то гипнозом, который распространяется и на Лондон тоже. Так хочется поиронизировать, где наш друг Борис Джонсон. Мы же там половину улиц украинских хотели в честь его назвать и две трети парков. Половина улиц, две трети парков и скверы. Ну, вот все это должно было быть именем Бориса Джонсона. Правда, как только он ушел с поста премьер-министра, он забыл вообще о нас. Но мы его, конечно, помним. Ладно, про парад. Все, сказал, не хочу, все понятно. Все понятно. Парад, это ж про победу. А в военном аспекте, да, Россия большую широкомасштабную войну с большими целями, которые они затеяли в Украине, они проиграли. И это всем уже очевидно. Очевидно в мире, очевидно внутри России. Поэтому хрен с ним, с парадом. Но, Эдуард, позволю себе попросить у тебя несколько минут времени поговорить о Дне Победы, но немножко не о параде на Красной площади, а о нас с вами. День Победы. И я подумал, господи, как же это грустно. То есть, оказывается, Америка победила во Второй мировой войне. Не Советский Союз там, да, не Украина, не четыре украинских фронта, да. Второй, третий, четвертый украинский фронт освобождали Румынию, Венгрию, Болгарию, Югославию, Чехословакию. А первый украинский фронт, собственно, освобождал и был в Берлине. И вот мы как-то, я не очень понимаю, в прошлом году, и президент наш говорил, что мы никому не отдадим монополию на победу. И я с этим согласен. Я за двумя руками. А сегодня мы, типа, и мы как бы тут ни при чем. И вместо 9 мая день победы, а со следующего года день Европы. Почему не день Азии, не день Америки, не день Новой Зеландии? То есть это Европа, что ли, освобождала Киев, Одессу, Харьков, собственно, самих себя? Или это украинские люди, украинцы, воины наши тогда освобождали весь мир от нацизма? Объясните мне, как можно своими руками отдавать, перечеркивать страницы своей славной истории? Почему это делает Европа, я понимаю. Потому что половина проиграли, половину сдались, половину сотрудничали с Гитлером. Париж сдался на 14-й день. И я их понимаю. Им хочется память, примирение. Им не хочется, чтобы Украина чувствовала себя поколением победителей. Они хотят нас приравнять к себе. И мы на это идем. И я не понимаю, в угоду кому, в угоду чему. Да, мы победители. Да, потому что в каждой семье украинской погибшие ранены. Потому что 715 городов и поселений разрушено. 18 тысяч медучреждений разрушено было во время Второй миловой войны. 33 тысячи там школ, техникумов и так далее, и так далее, и так далее. 2 тысячи, более 2 тысячи героев Советского Союза, украинцы. Это каждая пятая звезда героя. Мы это вычеркиваем? Это не мы? Это проклятый совок? А Украина не была членом Советского Союза? Или как? Объясните мне. Маршалы и генералы, это я для особо одаренных сейчас статистику. Маршалы и генералы украинского происхождения командовали более 50% из 15 фронтов всех. О чем мы говорим? Более 8 миллионов погибших, украинцев. Более 2,5 миллионов вывезено на работы в Германии. Украинские фронты освобождали Европу от нас. И нам это что? Мы не победители? Пусть в Москве это празднуют, в Узбекистане, в Таджикистане, в Казахстане. А мы будем День Европы. Почему? Потому что это их традиция. Я готов к их традиции присоединиться 8 мая. Кстати, как называется? День памяти и примирения. Так вот, два слова о памяти. Вот то, что я сейчас тебе сказал, надо это помнить. Что же мы здесь играем, здесь не играем? Избирательная память очень плохо отражается на развитии государства. История это память поколений. И государство, которое перечеркивает свою славную историю в угоду сиюминутным политическим трендам, это государство будет иметь большие проблемы в будущем. Да при чем здесь Путин и сегодняшний российский режим? Путин военный преступник, крапка, точка, медицинский факт. Нынешний российский режим, который затеял широкомасштабную войну сегодня в Украине и убивает украинских людей, они преступники военных. Все с ними понятно. Но почему мы должны зачеркивать те страницы своей славной истории? Если бы не украинцы, если бы не победа во Второй мировой войне, может быть и нас с вами бы, Эдик, вообще не было бы. Никого и ничего, может быть, не было бы. Поэтому память надо помнить все. И ужасы фашизма, и самое главное, кто освободил. И кто победил нацизм, это первое. Теперь примирение. А я понимаю философию этого дня и с кем хочет примиряться Европа. Друг с другом. Что все одинаковые, что, мол, все-все-все, давайте примиримся. А нам с кем примиряться? С теми, кто хлебом с солью фашистов встречал в украинских городах? С полицаями, которые помогали в Бабьем Ярум? С кем? С теми предателями, кто помогал немцам и нацистам сжигать наших людей в концлагерях? Моя семья прошла. Я знаю, моя семья знает не понаслышке, что такое окончательное решение еврейского вопроса. Моя семья знает не понаслышке, что такое гетто. Мне с кем примиряться? Скажите мне. Хотя я понимаю, что время лечит, и что должна наступить эра милосердия, и что потомки тех, даже убийц, предателей и так далее, может быть, и не должны нести за них ответственность. Я согласен. Может быть, и примиримся рано или поздно. Я готов присоединяться к западным традициям. Но только, ребят, а почему же вы не присоединяетесь к моей традиции, записанной у меня в генокоде, что 9 мая день большой и великой победы. Для меня это чествование памяти моих дедушек. Они же не за Сталина воевали и не за НКВД вместе с Берией. Фашисты напали на нашу страну. Часть этой страны была Украина. И мои два дедушки встали на защиту своей малой и большой родины. Они защищали свою землю, своих родственников, жен, матерей, детей и так далее. И поэтому, да, 9 мая я буду и своим детям рассказывать, и фотографии показывать, и ордена, медали. Это вычеркнуть надо. Ордена и медали моих дедушек. Или они виноваты в чем-то. Или что мы про совок будем говорить. Или Одесса город-герой, мы это тоже зачеркнем. Извини за этот такой, может быть, эмоциональный монолог. Просто я когда услышал официальную позицию Белого дома, что, оказывается, США победила. А потом мы сносим памятник Ватутину в Киеве, который освобождал Киев. Мне хочется спросить, а мы почему его снесли? Он преступник. Он что-то совершил перед Украиной плохое. Тогда скажите, я, может быть, не знаю, извинюсь. А если он преступник, скажите, а кто тогда Киев освобождал? Может быть, поляки? Может быть, чукчи? Может быть, кто? Скажите, кто? И вот эта меньшевартисть наша, то есть культуру отдаем, это отдаем, то отдаем монополию на право осознавать себя потомками победителей. Мы кому-то тоже отдаем в угоду кому-то. Да хрен с ним, с этим Путиным. Мы должны свою победу отмечать. Мы, Украина. Я же вам сказал, каждая пятая звезда Героя Советского Союза – это украинцы. Каждая пятая. О чем мы с вами говорим, Эдуард? День Европы, День Азии, День Америки, День кого угодно. Можно отмечать когда угодно. Календарь большой. Но 9 мая – это моя традиция. Моя, наша традиция. И было бы здорово, чтобы мы заставляли Европу где-то прислушиваться к нашим традициям, а не только нас к ним. Ну вот как бы так. Потому что с одной стороны говорим «помнить», ну то есть чтобы никогда не повторить. А с другой стороны почему-то не хотим помнить ни имен героев, ни героические события, ни самого факта, а кто собственно победил, освободил, кто ценой своей смерти вот эту победу. То есть тут вот плохая эта история с избирательной памятью. Уж извини за такую эмоциональную историю. Дмитрий, а вот в контексте Европы хочу вас спросить. Недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью «Ла Секта» он сказал такие слова, что если Запад перестанет оказывать помощь Украине, Киев сдастся через несколько дней. Говорит, я знаю, как закончить войну немедленно, я прекращаю оказывать военную помощь Украине. Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война окончена. Но чем закончилась война? Украина превратится в такую марионеточную страну, как Беларусь, лишенную своих свобод. Так ли мы хотим закончить эту войну? В связи с этим он заявил, что поэтому мы должны продолжать помогать Украине. Но тут возникает вопрос, вот по высказываниям Борреля, не слишком уж Европа берет на себя такую большую ношу и ответственность за такие слова? Они не берут никакой ноши и ответственность за свои слова. Брали бы ответственность, Украина была бы членом Европейского Союза, брали бы ответственность, думали бы об украинских интересах, Евросоюз никогда не пошел бы на поводу у поляков и не запретил бы украинский экспорт продовольствия, семечек, подсолнечника и так далее. Потому что это очень бьет по украинской экономике, потому что практически в отсутствии экспорта металлургии, вот этот экспортный коридор нашего продовольствия, это единственный ручеек поступления официальной валюты в наш бюджет. Поэтому каждый думает за себя, и Боррель в том числе, и когда Столтенберг, говорящая голова и спикер НАТО, в очередной раз начинает что-то рассказывать про открытые двери для Украины и про то, что все члены НАТО. И конечно все согласны, только не понимают еще когда, но в принципе это такое дело и двери опять открыты, то опять вышел Боррель и достаточно жестко сказал, что не Столтенбергу решать по вступлению Украины в НАТО, а это решение, так сказать, всех членов НАТО. То есть короче, европейцы говорят нам нет, потому что они даже где-то более ответственны, что Столтенберг далеко, да, что там, мы еще с 2008 года, они играются с нами в наперске, да, водят как козу на поводке. Сейчас на саммите опять что-то будут придумывать, рассказывать про какие-то словеса, понимаешь, дипломатический язык, он же разнообразен, богат, можно такие формулировки, что да-да-да, мы вот сейчас практически, да, конечно, но вот не сейчас, а чуть позже. И Боррель сказал, да и многие другие говорили, что ни до войны этот вопрос не стоял на повестке дня, ни сегодня этот вопрос не рассматривается. А что касается, это Боррель тоже, кстати, сказал, а что касается той фразы, которую ты процитировал, ну, такое немножко обидное в адресу Украины, такое немножко высокомерное. То есть, в чем-то есть справедливость в этом, что, мол, если в Украине Запад перестанет поставлять оружие, или перестал бы, или перестанет, ну, тяжело, Эдуард, будет. Что тут, ну, давай прямо говорить, мы можем сто раз смеяться там над одним русским танком на Красной площади, но то, что там до хера всякого, всяких видов вооружения, ракет, танков, бронетранспортеров, это мы видим, потому что не заканчивается оно у них как-то никак, несмотря на то, что весь западный мир нам помогает. Но просто сама формулировка Борреля плохо звучит, и так немножко, как бы, снисходительно и очень немножко уничижительно в адрес Украины. Я бы по-другому сформулировал. 9 мая Киев посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляй. Первое, что бы я и спросил, госпожа фон дер Ляй, все остальное, вот это вот 11-й пакет санкций, 15-й мы сейчас, все понятно. Скажите, пожалуйста, почему вы приняли такое решение ограничить экспорт продовольствия из Украины, когда Украине так тяжело? Спросил бы я, почему Еврокомиссия не ставит вопрос о списании внешнего долга Украины или о реструктуризации долга лет на 50? Вот эта помощь реальная была бы стране нашей, это я понимал бы заботу украинцев об Украине. А все остальное, напичкать нас очередными кредитами, посадить нас вместе с МВФ на кредитную долговую иглу, уничтожать нашу экономику, требовать от нас каких-то непонятных законопроектов и рассказывать о любви и запрещать прямую конкуренцию, тогда я не очень могу понять, а что такое зона свободной торговли. Я тогда не очень могу понять, а мы почему стремимся в ЕС? Я же так понимал, что семья, вот эта европейская семья, Европейский Союз открывает для тебя все рынки, открывает конкурентную среду, да, и ты должен, оказывается, не хотят в Европе конкурировать с нашим хлебом, с пшеницей, да, репсом там и так далее. Ну не хотят, шлагбаум опустили, говорят, а вы себе там сами, ну воюете, ничего страшного, потому что поляков интересуют польские фермеры, болгаров болгарские фермеры, в конечном итоге их интересует свое бабло, свои деньги, свои национальные интересы, у меня к ним нет вопросов, только меньше тогда надо петь песни о беззаветной любви к Украине. Это не совсем так. Каждый, так сказать, действует в рамках собственных национальных интересов. И Украина должна к этому привыкать и действовать так же. Если нам что-то невыгодно, мы не должны идти на поводу у чьих-то интересов. Мы сегодня воюем за себя и за европейскую безопасность. Мы сегодня, остановив Путина, что навряд ли смогли бы сделать половину европейских стран, мы сегодня стали субъектными. И поэтому должны научиться требовать что-то, что необходимо для нас, а не слепо следовать, да, что нам там расскажут наши западные партнеры. Это мое глубокое, значит, утверждение. Ну вот по поводу первой темы, я так понимаю, что уже делают оплённые заключения, даже так мы можем видеть это по оплённым симптомам. По сообщениям Валерий Залужин отказался от видео встречи с начальником НАТО из-за напряжённой оперативной ситуации на фронте. Другими словами, он сказал, ребята, у меня есть чем заняться. Я знаю, что и так, какое будет решение, о чём вы там будете говорить, и никаких принятых решений не будет. Мне проще, лучше я буду заниматься своим делом, а не слушать ваши, как говорят в Украине, базиками. Ну и очень здорово поступил Валерий Залужин. Ну хватит ежедневно отчитываться, да, и проводить каждый день эти телефонные переговоры, которые становятся одинаковыми, обыденными. И чтобы эти НАТО, американцы, ну лишь только как бы демонстрируют, что вот они курируют здесь все процессы, но больше же никаких подвижек. Если бы от этих телефонных разговоров в Украине бы появлялись химерсы 300 км плюс, если бы от этих телефонных разговоров в Украине появлялась бы F-16 или другие современные птицы летающие, ну такое себе дело. Если бы от этих разговоров нам бы сказали, что на саммите НАТО, значит, Украина будет по ускоренной процедуре принята и станет членом Альянса. Если бы в этих телефонных разговорах нам бы сказали, что вот готовы к подписанию договора, меморандума и соглашения о предоставлении Украине гарантии там лет на 50, ну гарантии безопасности по прообразу пятой статьи устава НАТО, ну другое дело. А так это же ни о чем, да, поэтому действительно сейчас Валерий Залужный как главком готовит все подразделения и, так сказать, как контрнаступлением, каким-то операциями и так далее. То есть есть чем заниматься, ты абсолютно здесь прав, поэтому не вижу ничего. Кстати, есть еще один аспект. После слива всех этих пленок, да, этой информации с Пентагона, мы уже забывать стали об этом, а то же, так сказать, не обо всем докладывать нашим западным партнерам, а то как-то оно потом все выходит в информационное мировое пространство. Мы потом узнаем, что нас прослушивают, что нас ведут, мы потом узнаем, что не очень, так сказать, высокого мнения о боеспособности наших вооруженных сил. Мы разные вещи узнаем, да, из этого слива информации Пентагоновского. И это не очень лицеприятно, и только тотальная наша зависимость от каждого патрона и снаряда западного вот не позволяет Украине сейчас достаточно жестко отреагировать вот на это все. Слишком мы зависимы от них, потому что во время Петра Алексеевича Порошенко, да, куда-то сожрали кто-то, исчезло куда-то 125 миллиардов военного сбора. Да, тотальная коррупция в Укроборонпроме, и все. Ни тебе патронного завода, ни тебе танков на заводе Малышева, ни тебе ничего. Да, Петру Алексеевич сегодня рассказывает, что он главный патриот Украины. Да, и почему-то ни криминальных дел, ни ничего не происходит. Глядишь, построили бы свои производственные мощности, имели бы какие-то свои виды вооружения, как-то было бы полегче. А так, конечно, Эдуард, мы зависимы, ну, в буквальном смысле слова, от каждой бронемашины, от каждого патрона, снаряда и так далее. А раз мы зависимы, значит, те, кто нам это предоставляют, ну, имеют какое-то политическое право курировать и керуваты, я скажу, да, что ты тут сделаешь. Ну, вот, как бы так. Кстати, возвращаясь там в зерну, да? Да, я бы хотел об этом спросить. Вот такая какая-то чувство складывается, что между собой даже не договорились на той стороне, поскольку одно сообщение открываю, говорят, зерновая сделка, как ожидается, будет продлена с учетом пожеланий России. Сообщил об этом источник российского информагентства ТАСС в Анкаре. А вот другое российское агентство, РИА Новости, говорит, никаких решений по продлению зерновой сделки после 18 мая еще не принято. Вот и какое же будущее нас ждет в этой сфере? Первое. Давай еще раз там в 15 раз, может быть, допростят меня твои зрители, я думаю, что они грамотные, и то, что я сейчас скажу, они и так знают, но я все-таки повторю. Первое. Зерновая сделка – это не про украинское зерно, не столько и не только про украинское зерно. Зерновая сделка – это и про экспорт российского зерна, российского удобрения. Зерновая сделка – это про запах аммиака. Зерновая сделка – это про запах других элементов таблицы Менделеева, которые есть в России. Зерновая сделка – это о накормить бедных и о заработать огромное бабло. А раз так, то в зерновой сделке заинтересованы все участники глобальных вот этих геополитических игр. Украина заинтересована, понятно, это наш единственный коридор вывозить, экспортировать зерно, получать валюту, хоть какие-то деньги, чтобы поступали в бюджет и так далее, и принять свое участие в программах ООН, значит, накормить бедных и нуждающихся. Россия в этом заинтересована, потому что огромная доля рынка это российское продовольствие, удобрение и так далее. Ну, генеральный секретарь ООН, господин Гутерриш, практически является сегодня адвокатом России, потому что у него свои проблемы, свои интересы в этом. Он говорит, ну, его задача накормить мир, а 400 миллионов людей нуждаются, а без русской пшеницы и русских удобрений мир не получается накормить. И поэтому он как бы обращается к мировому сообществу, что, мол, да, надо идти на наши соглашения, надо позволить разблокировать, значит, эти банки российские, там, Россельхозбанк для взаиморасчетов, для транзакций. Дальше Гутерриш говорит, что да, мы должны выполнять свои соглашения по разблокировке экспорта российских удобрений. Дальше Гутерриш говорит, что ну да, надо тут смотреть, надо идти на, так сказать, разблокирование аммиакопровода Тольятти, Одесса, Европа. То есть Гутерриш и Россия пользуются этим, она шантажирует мир, она понимает, что зерно, удобрения и аммиак нужен на Западе, нужен западным игрокам, западным транснационалам, которые не про накормить голодных, которые про бабло. И Россия требует для себя преференции, и мир пойдет потихонечку на те или иные преференции. Я думаю, что продолжение зерновой сделки будет с аммиачным привкусом, если не сразу, то постепенно. Резюмирую. Ну, Турция заинтересована, потому что там чистые деньги, потому что турки Реджио Пердоган, он же был главным зачинателем и застрельщиком, и главным посредником этой зерновой сделки. Он получил право покупать продовольствие и украинское, и российское с огромным дисконтом, а продают они по рыночной цене. То есть, ничего личного, только бизнес. То есть, в результате, Запад, Восток, Россия, Украина, все заинтересованы вот в этом процессе. Чувствуя и понимая эту заинтересованность, Россия ставит много хотелок, много хочет получить преференций по страхованию судов, по рахтованию судов, ну и так далее, и так далее. Я уверен, что зерновая сделка будет продлена, и большая часть вот этих российских хотелок в той или иной мере будет реализована. Кстати, про фрахтование и страхование я заговорил. А знаешь ли ты, Эдуард, и знают ли наши зрители, что за апрель месяц, это не я сказал, это пишет издание Bloomberg, вряд ли они работают на Путина. Так вот, экспорт российской нефти сырой достиг своего максимума, рекорда по сравнению с началом 2022 года. И основные потребители, как ты думаешь, кто правильно? Индия, Китай, Турция. Вот все, что нужно знать про западные санкции. И вот все, что нужно знать о том, как 11, 12 или любой другой пакет будет больше бить не по русской экономике, а по самой европейской экономике. И это все, что нужно знать о собственных интересах. Потому что, если Китай и Индия, это хотя бы понятно, они сразу заявляют, что Россия их партнер, то Турция вообще страна-член НАТО. И тем не менее, Турция прямо заявляет, что они не будут присоединяться к никаким антироссийским санкциям. То Турция думает о своих интересах и поэтому углубляет и расширяет экономическое и энергетическое сотрудничество с Россией. Там с Росатомом они сотрудничают, ядерное топливо там туда поступает, газовым хабом они собираются становиться и так далее. И поэтому, Эдуард, если во второй половине мая Раджепу Эрдогану удастся выиграть выборы и он останется править Турцией еще на один срок, можешь абсолютно не сомневаться, что в коалицию Китай-Индия, там Иран, Сирия, Саудовская Аравия, Бразилия, Аргентина, Россия и так далее, прямо или косвенно, де юре или де факто примкнет Турция, которая будет все ближе и ближе тяготеть к этому азиатско-восточному, к такому азиатско-восточной конфедерации, если так можно назвать, нежели к Западу. И абсолютно это им не мешает одновременно оставаться членом Североатлантического альянса. Вот нам нужно у турков поучиться, вот как надо уметь делать, так сказать, многовекторную политику, как говорил Кучма. Представляешь, Турция член НАТО и углубляет свое сотрудничество и партнерство с коалицией стран антинато. Ну, Китай, Россия, Индия, понятно, что это антинатовская, антизападная, антиамериканская коалиция. И в Вашингтоне знают это, понимают это, поэтому сделали ставку не на Эрдогана. Вашингтон сделал ставку на его оппонента, на лидера оппозиции, но Китай, Россия, Индия, конечно, сделали ставку на Эрдогана. Чем все закончится? Ну, вот буквально пару недель. Там, вроде говорят, они идут ноздря к ноздре, и в первом туре навряд ли кто-то наберет 50+, поэтому, наверное, будет второй тур. Ну, не хочу вмешиваться, мы не знаем с тобой всей истинной ситуации, но ничего им тоже там не чуждо. Ты слышал про новый политтехнологический ход от Реджепа Эрдогана за неделю до выборов действующий президент? Да, он пообещал, значит, увеличить зарплату 700 тысячам госслужащих. Ну, прям как в Украине, ну, прям как наши, да, как Янукович там и все. За месяц до выборов всех накормить, всем увеличить, расширить, углубить пенсии, зарплаты и так далее. Я-то думал, что там больше демократии, а тут нет. Да, кстати, когда мы говорим о политтехнологии, о том, что не такая уж западная демократия белая и пушистая, то можно приводить даже не турецкий пример, потому что это все-таки такая восточная страна. Можно приводить пример самой, так сказать, показательной демократии в мире, американской. Ну, за год до выборов, да, какие-то суды над Трампом, то его обвиняют в одном, во втором, в третьем. Сейчас там в попытке изнасилования, которое было там 25 лет назад. И суд говорит, что нет, изнасилования не было, а домогательство было. Наверное, он ее ущипнул за что-то 26 лет назад. И эта женщина, наверное, 25 лет переживала эту историю. И вот на 26-м году, значит, вот за несколько месяцев до Праймериса, ее это взбудоражило. И она так сказать, понимаешь, ну, и вот такое правосудие американское. И вот что-то там судили Трампа и там приписали ему выплатить там 3 миллиона, 5 миллионов. Ну, копейки, конечно. Конечно, но мне кажется, что американское общество не реагирует на эту историю. Чем больше будут демократы и нынешняя власть пытаться дискредитировать хулигана Трампа, а у него имидж хулигана, его за это поламерики любят. То есть он же никогда из себя не делал белого пушистого ангела. Он хулиган, он такой. Так вот, чем больше демы будут пытаться дискредитировать его нравственность, тем больше шанс у Дональда Трампа есть стать единым кандидатом от республиканцев и с большой долей вероятности выиграть выборы президента. Я вообще могу дать прогноз, что следующим президентом Соединенных Штатов Америки будет представитель республиканской партии. Кто это будет там? Трамп, Десантис, может быть, кто-то другой, я не знаю. Хотя и у демократов появился очень мощный кандидат, да, Роберт Кеннеди-младший, такая семья, ну, выходец из семьи, которая является, ну, практически символом Америки, да, семья Кеннеди. Ну и те заявления, которые вот он первые делает, больше похожи на республиканцев, но думаю, что навряд ли Джозефу Байдену удастся стать, выиграть праймерис у Роберта Кеннеди. Но при этом в социальных сетях сейчас все больше комментирует как раз Роберта Кеннеди за его высказывания недавние о том, что 300 тысяч убитыми со стороны вооруженных сил Украины. Байдена. И что-что? Это чье заявление? Роберта Кеннеди. А что это за видео сегодня в соцсетях было, что это типа слова Байдена? Вот я тоже не очень понял. Вот какое-то странное, ну, не знаю, вроде на фейк не похож, но, в общем, Эдуард, нам с тобой тут надо очень аккуратно это комментировать, потому что, где я сегодня видел видео, ты тоже можешь посмотреть, я его тоже опубликовал, кстати. Странная история, где Байден говорит про эти 300 тысяч. Что касается Роберта Кеннеди, то там мне другая история понравилась в его высказываниях, что, мол, если я стану президентом, то внешняя политика Америки полностью изменится, мы перестанем там вести войны, участвовать в конфликтах за пределах страны, вмешиваться, так сказать, в чужие страны, и наши солдаты будут исполнять только свой долг внутри Америки. То есть такая явка с повинной, от Роберта Кеннеди, явка с повинной внешней политики Америки за последних лет 50. То есть он прям признал, что Америка участвует в конфликтах, Америка вмешивается на других территориях, прямо, косвенно и так далее, и так далее. А вот в этом сила Америки, потому что, ну, та же Европа пережила там, грубо говоря, да, там за последние, там, сто лет, две мировые войны, масса разных мелких войн, в это время американская экономика росла, Европа все время восстанавливалась, а значит что? А значит миграция, значит лучшие умы, ученые, производство, бизнеса, экономика, все там, а Европа все время восстанавливается. Такая же история в Азии, то Сирия, то Ирак, то это. То есть задача, причем об этом пишут в книге Джорджа Хормана, пишут, что это человек, который возглавляет аналитическое и разведывательное организацию, связанную с ЦРУ, но вот он пишет, прямо открыто пишет, что в этом заключается главенствующая геополитическая стратегическая роль Америки. То есть если они видят, что допустим в Азии возникает соперничество, то надо сделать все возможное, чтобы там возникла такая зона неопределенности, зона, так сказать, конфронтации. А там где конфронтация, там, ну и так далее. Вот, и это они умеют делать действительно здорово. Вот, что я хотел сказать. А, мы про выборы в США. Ну в общем, давай, я свой прогноз дал, дальше посмотрим. Ну а по поводу того, кто это сказал про 300 тысяч, надо точно узнать. Посмотри, у тебя есть такая возможность. Да, обязательно. И ссылочку вам отправлю для того, чтобы, как говорится, не быть голословными. Тоже ознакомиться. Договорились. А вот по поводу, вы до этого вспоминали об Индии и об многовекторности. Я хочу, можно кратко просто, вот как раз это многовекторность или же это поиск своих интересов на стороне. Была информация о том, что Нафтогаз на прошлой неделе похвастался, что продал 200 миллионов кубов газа заводу Арселор Металл в прямом роге, вместо того, чтобы этот газ направить населению. И, кстати, по информации, эта цена продажи оказалась в два раза ниже, чем Нафтогаз импортирует этот же газ из Европы. Тут вопрос и в том, что этого газа хватило бы, чтобы тысячи домов в зимний период обогреть. Почему я говорю, может наоборот, с другой стороны, что есть возможность зарабатывать. Вот они используют все возможные какие-то пути. Я очень знаю, что вы любите Нафтогаз, поэтому, я думаю, вам будет что сказать. Не могу давать каких-то четких оценок конкретно этой ситуации, не владею, узнаю. Может быть, в следующей программе вернемся к этой теме, что касается поставок газа Арселор Металлу, этому предприятию, владелец которого известный Индус. А про нефтегаз, ну, говорил, говорю и повторю, это одна из самых коррумпированных надстроек, которые созданы в современной Украине. А Нафтогаз давно необходимо не то, что реорганизовывать, а полностью разрушить, закрыть, уничтожить. И только после аудита судебных приговоров и, может быть, тюремных, так сказать, уголовных, как это правильно сказать, уголовной ответственности топ-менеджмента, НАП-советов за все эти годы, начиная с Андрея Коболева, Витренко, всех НАП-советов и так далее. Потому что миллиарды и миллиарды – абсолютно коррумпированная история. И я давно говорил и являюсь последовательным, так сказать, в этом. Нефтегаза не должно быть, оно сформировано изначально как огромное государство в государстве, коррупционное. Необходимо создать три отдельных государственных предприятия. Предприятие по газодобыче, второе по газораспределению, доставке и продаже. Тогда это все будет гораздо более прозрачнее и открытие. И тогда нельзя будет вот это вот смешивать, да, значит, этот газ с тем газом, вот этот, тут играем, тут рыбу заворачиваем. И тогда не будет там более став различных организаций, дочерних компаний на Западе, на Востоке и так далее. Потому что в финансовой деятельности нефтегаза там хрен разберешься, там черт ногу сломаешь. Я только помню, что по результатам 19-го, 21-го года, по-моему, да, там 75 ярдов недоплачено в бюджет. Вот это я точно помню. Помню, какие огромные, ну и так далее. Он даже сейчас, я вот читал недавно, что нефтегаз, с одной стороны требует у государства более 320 миллиардов дотаций. Охренели совсем, да? То есть, почему-то частные газодобывающие компании в сегодняшнее сложное время как-то умудряются выживать. Берут кредиты, добывают газ, продают, зарабатывают денег, ну как-то живут. А государственная газодобывающая компания постоянно требует дотации. Что такое дотации? Это из нашего, из наших карманов, из государственного бюджета. То есть, ни военным, ни врачам, ни пенсионерам, а в нефтегаз. Ну, охреневшие там, понимаешь? Поэтому, Эдуард, не знаю конкретно там с этим Арселор Миттл, а то, кому что продал, могли продавать, не могли, имели право, не могли. В чем там фишка? Там дороже продали или дешевле? Давай разберемся, чтобы не быть голослов. Договорились. Но при этом увидел у вас в Телеграм-канале еще интересную историю. Напоследок, как говорят, бантик такой. Хочу, чтобы вы прокомментировали. Фишенка на торте, да? Да, совершенно верно. И как раз, пользуясь случаем, хочу напомнить, что у Дмитрия есть и Телеграм-канал, не только Ютуб-канал. Также подписывайтесь, имеет название он, правда, Дмитрия Спивака. Пишите вы о том, что госагентство по восстановлению, которым руководит Мустафан Айем, 9 мая заключил контракт на услуги администрирования настройки и тех сопровождения программ за 7,2 миллиона гривен. Что же такое администратирует Мустафан Айем за эти 7 миллионов? Ну, Мустафан Айем много администрировал уже в должности замруководителя, значит, Укроборонпрома, потом замминистра. Он вообще администратор великий, очень талантливый человек, ему все равно что возглавлять. Можно сельское хозяйство, можно оборонный комплекс, можно космическое агентство. Вот в данном случае его назначили руководить агентством по будущему восстановлению Украины. Ну, то есть будет сидеть на потоках бабла, которые будут со всего мира поступать. Ну и начало работы. Как же без администрирования? Конечно, миллионов 7 сейчас аккуратненько потратят, лишних 7 миллионов. Страна у нас богатая. Вот, на администрирование, и что там еще, скажи? Техсопровождение и настроение. Техсопровождение. Ну, правильно, все правильно. Восстановить Украину нельзя, потому что Мустафа должен организовать офис, техсопровождение, провести кабель, интернет, закупить машины, компьютеры. Потому что без этого, Эдуард, ну как ты Украину восстановишь? Ну, а Мустафа, он как бы знает, о чем он говорит. Поэтому тут, что ж уж тут? У нас есть незаменимые, их буквально 5-7 человек. Они, так сказать, вытягивают Украину всегда, как, знаешь, барона Мюнхауза. Грустная эта история. Я ж так зло иронизирую. Я уже когда-то спросил, назовите мне хоть одну причину, одну, по которым таких людей, там, как Мустафа, Лещенко, там, другие ребята, вот, из грантовских организаций, и почему их надо назначать на высокопоставленные руководящие должности в такие подразделения, как, там, Министерство, Укроборонпром, у вас, ну, почему? Ну, скажите мне, вот, по какой, одну причину, назовите мне, там, профессиональные качества, бэкграунд, опыт, результаты, KPI, как это говорится. Насколько я знаю, в Укроборонпроме был огромный коррупционный скандал, и чтобы его замять, просто должность Мустафы Наема сократили. Вот, он недолго горевал, был назначен замминистром. Вот, потом и оттуда тоже недолго горевал, и вот сейчас его назначили. Ладно. Ты в конце программы дай мне несколько минут, Эдуард, просьба такая, хочу несколько слов сказать. А вот как раз у вас есть такая интересная возможность. Мы сегодня начали с тобой, там, День Победы, история, уважение друг к другу. Я вот что хочу сказать. Ну, хорошо, Путин военный преступник. Россия ведет войну в Украине. Это отвратительно, это омерзительно, это никто об этом даже не мог подумать. Но это же не дает право сегодня в Украине, внутри нашей страны, делить людей на правильных и неправильных по языковому принципу. Ты посмотри, что сегодня происходит вообще в соцсетях. Ну, просто уничтожают русскоязычных людей, цицкают их. И государство молчит. Ведь Фарион, когда говорит, что он этому своему внуку говорит, что надо бить мальчиков и девочек в детском садике, если они говорят за русский язык, то она где-то три-четыре статьи Уголовного кодекса нашего, да, Уголовного кодекса нарушила. И государство молчит. И когда говорят там все, вот это все, мова агрессора, и вот это, как там, я читал сегодня, свиная, поросячья мова, да, и вот вокзал, чемоданы. Ребят, вы что, очумели, что ли, а? Может быть, вы поедете туда на фронт и расскажете русскоязычным воинам, которые вас защищают, на каком языке им родину любить. У нас десятая статья Конституции. Русский язык – это не язык Кутина и не язык российский, он русский. Он признан в мире одним из языков международного общения. Русская литература, от которой мы сейчас хотим избавиться, признана великой литературой в мире. Немецкий язык – это не язык Гитлера, а итальянский язык – не язык Муссолини. И английский язык не принадлежит тем, кто давал приказы убивать, натянуть войны, уничтожать индейцев, сбрасывать бомбы. Русский язык не принадлежит Шойгу. Миллионы людей в Украине, патриотов Украины, для них русский язык – родной язык. Вот Конституция. Это своего рода начинается такой гуманитарно-культурологический языковой, как бы, ну, я не знаю, гигеноцид, что ли. Все, если ты не посмотришь, что пишут люди друг другу. А че моно-украинец? А че? Да не хочу или хочу. Это что, не право людей? Или это как-то на патриотизм влияет? Сидят на Западной Украине и учат всю остальную страну, на каком языке родину любить, какое право вы имеете. Конституция не знает граждан 1-го и 2-го сорта. И это плохо закончится для страны, для людей, для общества. Почему русскоязычные люди должны оправдываться? Почему? Перед кем? За что? Или волонтеры, которые помогают, это можно. Врачи, которые оперируют, тоже можно. Воины наши, которые на передовой, но говорят на русском, это можно. А в кафе-меню прочитать нельзя. Что это? Что происходит в стране? Это плохая история для единой Украины. Это плохая история для поствоенной Украины. Мы победили в этой войне только потому, что были едины, как никогда. Поэтому внешнего врага одолели. А друг с другом справиться не может. Желчь, агрессия, злоба, необразованные люди, которые... Русский язык, это же не... Это что? Почему мы Толстого не должны... Почему во всем мире ставят Вишневый сад? А мы нет Чехова. То есть это нам не нужно, литература нам не нужна, Гагарин нам не нужен, Королев нам не нужен, День Великой Победы нам не нужен. Давай все отдадим. Мы оставим только Ницой в глянце. Почему в глянце? Чтобы по назначению бумагу не использовали. Поэтому лучше в глянце. Или что? Мы хотим... Ну, Одесса, допустим, или там Киев, Харьков, русскоязычные города. Кто-то может рассказать харьковчанам про патриотизм? А вот даже сейчас Харьков выстоял, и Николаев выстоял, и Одесса выстояла. Не надо нас учить патриотизм. Не должен язык становиться такими расприями между людьми. Как же мы жить-то будем вместе? Как же мы будем развивать страну, поднимать страну из руин вместе? Налоги платить, открывать предприятия, рабочие места, русскоязычные, украиномовные. Это плохая история. Я безумно расстраиваюсь, когда натыкаюсь в социальных сетях. И не знаю. Я даже не знаю, что с этим делать. Я не очень даже понимаю, почему все молчат представители государства. Неужели непонятно, что это может привести к разрушительным процессам? До Путина уже сто лет не будет, и Шойгу не будет. И войну они проиграют, и время пройдет. А нам как быть друг с другом, когда мы столько сейчас, столько выльем сейчас по отношению друг к другу, непонятно за что. Вот за что и почему. Только потому, что с молоком матери твой родной язык русский. Даже ООН, Организация Объединенных Наций, имеет официальный день празднования родного языка. Ее державна мова, якщо мы живем в Украине, ее державна мова, едына украинская мова державна. Все разумело. Конституция так и пышет. А ее ридна мова, якой ты размовляешь детенством. И ты имеешь на это право. Данная тебе Конституцией. И многими-многими другими общемировыми конвенциями, и так далее, и так далее, и так далее. И разрушать вот это все в угоду какому-то националистическому такому тренду, что ли, этническому националистическому. Я бы как-то предостерег бы от таких вещей. Ну вот все. Видишь, начало такое у нас было эмоциональное. И концовка. Уж прости, Эдуард. И прошу прощения перед зрителями. Может быть, все. Все. Три точки здесь ставим. Вот так поставим три точки. И, конечно же, как я всегда говорю, друзья, делайте выводы. А Дмитрию говорю спасибо огромное за этот эфир, за общение, за вашу аналитику. И, конечно же, за вашу позицию. Нашим зрителям хочу напомнить еще раз. У Дмитрия Спивака есть YouTube-канал, есть Telegram-канал, друзья. Не забывайте подписывайтесь. И также не забудьте о канале Политеком. Самое главное, берегите себя, ваших родных и близких. И до новых встреч на нашем канале.